10 сентября пчелы готовятся к зимовке у нас уже последняя стадия закормки сокращение проверка семей сегодня у нас плюс 23 давно не было тепла пчелы летают накапливают последнюю энергию солнечных дней перед зимой посмотрим небольшой отводок с нашими новыми линиями до 59 покажем как мы сократили как используем подготовку к зиме корпуса использовали для сиропа в пакетах пленку мы почти наполовину отвернули чтобы охладить семью и матка не засевала в эти теплые дни ну семья на семи рамках это отводок с маткой линии 59 стоят уже полоски мы сжимаем гнезда в зиму плотно чтобы семья занимала от стенки до стенки вот такая апсидка печатают посмотрим расплод ну расплод еще есть вот красивый ровный расплод на 10 сентября первая рамочка вот вторая также есть расплод по центру красивый плотный это вторая рамка это августовский расплод который выйдет и нам желательно чтобы матка уже так много не сеяла вот поэтому мы в пенопластовых ульях лысонь перекрываем пленкой до половины площади рамок чтобы охладить семью чтобы матки не работали в теплую осень вот третья рамочка также красивый расплод по центру вот и маточка это матка августовского вывода нам не замечено из опыта что матки августовского вывода очень хорошо работают вот посмотрите какой красивый плотный расплод это 59 линия многие наши фанаты Golden Buck в Беларусь получили в этом году эту линию это красно-белая метка также мы делали и его этих маток красивый желтый цвет вы знаете мы работаем над цветом в наших пчелах Golden Buck в Беларусь пятый сезон мы работаем только со своими матками только по трутню иногда вливаем проверенные линии вот в данном случае племенная матка 59 в ней влиты крови Томаса Рупеля хорошая спокойная пчела обратительный расплод 10 сентября вот так работают матки 59 линии ну ставим обратно рамочку с маткой 3 рамки расхода это тот резерв который пойдет в зиму вот так они все залили печатают мы им еще дадим литров 5 и в добрый путь 2022 год в этом году заметил практически нет клеща я поставил полоски в августе и только в некоторых семей упало там до 10 клеща я подумал полоски не работают обработал быстренько бипином я с ним давно не работаю но он 100% отрабатывает также нет клеща вот такой этот удивительный год или из-за аномальной жары у нас в июле побил 100 летний рекорд клещ как-то уничтожился ну это интересная особенность этого 21 года по клещу вот такая семейка 59 линия посмотрим ВИФ 300 в этом году одни из лидеров по меду мы уже сократили их но это полноценная семья они не вмещаются сидят на корпусе посмотрим как здесь дела так Вот и маточка попалась. Вот здесь и маточка попалась, но она сеет. Она сеет, вот маточка работает, фиолетовая с белым оттенком метка, это у нас линия ВИФ-300. Как тут дела в гнезде? Вот такое количество пчелы, здесь также расплод закрыты. Но эту семейку еще надо кормить, это надо... Здесь также расплод. 10 сентября сегодня. Ну да. Расплода хватает. Маточка работает. Ну все, складываем обратно рамку с маточкой. Она сидит на девяти рамках у нас еще. Здесь рамки не хватает, тут уже застраивают. То есть пленку закрываем не полностью, а наполовину. Тем самым охлаждая семью. Вот еще здесь сколько пчелы. Это ВИФ-300, F1 матка. Благодарим Бога за его милость к нам простым пчеловодам. Непростой сезон в этом году. Холодная весна и июнь холодный начало было у нас. Семьи были слабые, но Бакваст, как всегда, не подвел. Он смог по пыльце нарастить семьи, принести мед, не роиться и сделать благо пчеловоду. Я вам показал две семейки отводок и полноценную семью. Еще есть расплод и расплод хороший. Есть взаимосвязь расплодовитости матки и хорошего расплода на будущий потенциал в меде. У нас один из главных критериев, допустим, маток ИО, которых мы отбираем именно для селекции и генетического разведения, размножения линий, это расплод. Благодарим наших подписчиков, покупателей наших маток Голден Бакваст Беларусь за ваше доверие нашей пчелы. Вы можете написать комментарии под видео о работе наших маток линий Голден Бакваст Беларусь. За лучший комментарий мы вышлем бесплатно матку ИО, проверенную на засев, или в этом году, или в следующем. Благодарим Бога, что Он всегда верен, милостив к нам и добр. И всегда есть надежда, что будущий год станет еще лучше.